Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Я дам вам параделлум. КАТЕГОРИЧЕСКИ НАКАЗАН КАТЕГОРИЧЕСКИ НАКАЗАН В этом видео я дам окончательный ответ на главный и интересующий многих вопрос. Нужен ли нашим рандомным инкам парабеллум? И стоит ли тратить сталь на инкам парабелл? Уникальнейший корабль, который ворвется в нашу игру уже в эту среду. После вчерашнего обзора я еще поиграл на корабле два стрима и сформировал, наконец, итоговое мнение по инкам парабельному вопросу. Но сперва напомню, что на стримах корабль еще без последнего нерфа перезарядки его главного калибра на одну секунду. То есть на релизе корабль в базе будет стрелять еще на секунду реже. Но сути это не изменит. На вчерашнем стриме я был уже уставший под вечер от компьютера, так как целый день клепал для вас видосики, плюс были отвлекающие факторы, поэтому игра как-то не залазилась и от корабля под конец даже начало подгорать. Поэтому я решил еще утром провести стрим в нестандартное для себя время, зато на свежую голову и без отвлечений. В итоге за 4 боя получилось свыше 160 среднего урона. Причем все бои были по урону довольно-таки равномерные, то есть без каких-то особенно удачных боев на 200 плюс урона. Также кроме нанесения урона корабль довольно бодро убивал корабли, в том числе и ваншотами, и за 4 боя я уничтожил 11 кораблей. Так значит ли это, что перед нами суперновинка, пушки огонь и надо бежать брать? И лучше ли он шикишимы и тем более бургуни? Мой взвешенный и тщательно проработанный ответ таков, для большинства нет. И дело вот в чем. Сейчас я не буду заново обсуждать или разбирать ДТХ корабля и все его особенности. Смотрите вышедший вчера обзор, там все согласуется с тем, что я думаю про корабль сейчас, а сегодня я лишь уточняю итоговые выводы и ставлю точку, как обещал. Так вот, можно смириться и в итоге подстроиться под хрустальность корабля. Понять, принять и простить его чрезвычайную сарайность в плане радиуса циркуляции, что при засвете это огромная и неповоротливая мишень, в которую каждый норовит запустить все, что у него там накопилось. Ведь в принципе концепция хрустальной пушки вполне имеет место быть и может быть очень эффективна. Но самая неприятная штука в том, что хрустальность и сарайность у корабля проявляется всегда, а вот собственно пушка через раз, а то и реже. То есть мало того, что у нас залпы всех линкоров рандомны сами по себе, у Incomparable эта рандомность проявляется еще сильнее и еще больше раздражает. Так как, первое, снаряды кроме промахов и рикошетов еще и чаще других сквозят, так как калибр огромный. Второе, баллистика плохая, а дальность стрельбы низкая. То есть орудия по определению сложнее реализовать, плюс вертикальный разлет у них какой-то странный, возможно из-за баллистики. Третье, если большинство других линкоров после того, как делают один неудачный залп, могут позволить себе не менять резко позицию, вполне нормально дожить до следующего залпа, или даже до третьего и четвертого, то есть могут некоторое время бодро порубиться, то Incomparable из-за своей просто чрезвычайной уязвимости довольно часто может позволить себе только один залп, после которого надо либо отсвечиваться, либо хотя бы отворачивать корпус так, что второй залп делать уже неудобно. То есть корабль часто возлагает все надежды на один единственный залп. И если он получается неудачный, то от этого очень подгорает. Поэтому утверждение в духе того, что Incomparable, мол, конечно, хрустальный и неудобный, но зато у него типа такие офигенные орудия, неверно, как минимум процентов на 50, так как орудия у него офигенные лишь периодически. Также еще где-то слышал, что типа у корабля лютое ПВО. Ничего подобного. Ауры ПВО у него устроены так, что авики вполне нормально откидываются. И изнасиловать корабль может даже авианосец 8 уровня. Ведь вся мощь ПВО там только в средней ауре на 3,5 километров. Дальняя аура слабая и бьет всего на 5,8. При этом габариты корабля такие, что они ловят все, что в него кидают. Так что в итоге корабль шлак? Парадоксально, но нет. Более того, я окончательно убедился, что он классный, мне очень нравится, и я его обязательно возьму за сталь и буду периодически выкатывать. И все потому, что он действительно интересно играется и дает новые ощущения. Когда ты ваншотишь корабль, это кайф. Когда у тебя горит от корабля и всего происходящего, это ведь тоже адреналин и своеобразное удовольствие. Чего скрывать? Мы все немного мазохисты, иначе вряд ли бы тогда играли в эту замечательную игру. Когда вначале ты страдаешь, а потом резко наслаждаешься, удовольствие больше вдвойне. Incomparable, как никакой другой корабль, максимально разгоняет диапазон ощущений от негатива до позитива. Плюс играется динамично и позволяет реализовывать такие тактики, которые на других линкорах просто невозможны. Если понимать корабль и правильно его собрать, как я показывал во вчерашнем видео, то он объективно в среднем весьма хорош. Не имба, не такой стабильный, как Шикишима и тем более Бургунь, но хорош. Кстати, сборка вот такая у меня в итоге. Дальность стрельбы я пробовал ставить. Не зашло. Перезарядка ему важнее. Также хочу отметить, что считаю очень важным перк на поворот башен для этого корабля. Так как мы вынуждены постоянно вертеться, а радиус циркуляции просто огромен. Поэтому от скорости башен сильно зависит то, успеем мы сделать залп в нужное время или нет. И это гораздо важнее, чем противопожарная подготовка, которую некоторые так называемые специалисты советуют сюда брать вместо башен. Ну вы смотрите сами, как вам лучше, но лично я убедился, что от пожаров корабль не особенно страдает из-за суперхилки, а вот скорости поворота башен не хватает даже с перком. Не говоря уже про без него. Ну и сталь на этот корабль стоит тратить, только если взяли все, что вас интересовало. Из линкоров, конечно же, бургунь лучше без вариантов. Шикишима скучнее, но и стабильнее. Поэтому в руках среднего и слабого игрока она явно будет в среднем набивать больше урона и лучше влиять на бой. Ведь как ни крути, она может и продавить, особенно в конце боя, может и один на один против двух кораблей выйти и победить. Инкампорабл же может испариться настолько быстро и в настолько, казалось бы, выигрышной для любого линкора ситуации, что даже в конце боя можно внезапно отъехать в порт от какого-нибудь шотного корабля, при том, что ты сам был фуловый и не подставлял борт. Корабль не стабильный, но интересный. Чем более опытный игрок, тем выше вероятность, что ему зайдет. И наоборот, у менее опытных корабль может пробить дно в номинации «Худший кактус и зачем я его купил» и «Верните сталь». Поэтому итоговый ответ на вопрос, стоит ли тратить сталь на него, зависит от индивидуальных особенностей каждого игрока в гораздо большей степени, чем у остальных стальных кораблей. Так что советую не торопиться и хорошо подумать, нужен ли вам такой корабль. Ну а чтобы было проще определяться, в конце этого ролика еще посмотрим несколько фрагментов боев без комментариев. Всем приятного просмотра, удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджедай. Двигатель в форсированном режиме. Двигатель в форсированном режиме. «Главный калибр поврежден». «Требуется демонтаж траулера». «Неполадки устранены». «Неполадки устранены». «Неполадки устранены». «Жем получены в форсированном режиме». «Захватываем точку. Передаю координаты приоритетной цели». Самолет-корректировщик в воздухе. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...